Закон вступил в силу 1 марта Надеюсь, что все ваши предложения были учтены в разработке Скажите, пожалуйста, чем он может помочь? Практически, да, все предложения были учтены Самое главное, на что нацелен был закон от нас Это запретить жестокое обращение с животными Ввести строгую уголовную ответственность за это, что в этом законе отражено И ввести ответственность для владельцев животных Так как там обязательным условием является чипирование животных Если это животное будет обнаружено в числе беспризорных, бездомных Тогда владелец будет иметь право Да, наложен административный штраф То есть все владельцы должны строго следить за своими животными Это ответственность К чему мы всегда и призываем Что если ты взял животное, ты должен быть ответственен за него Что и отразилось в новом законодательстве Также запрещены, чего мы очень хотели, это собачьи бои Это опять же относится к жестокому обращению с животными К негуманному отлову, который происходит периодически на глазах у детей Что вызывает большие психологические травмы у детей Там еще не все доработано в законе Кое-что отложено, так как не все сразу делается Но мы надеемся, что закон у нас будет рабочий Что численность бездомных животных у нас уменьшится После того, как закон начнет работать И все люди потихоньку придут к тому Что за своих животных нужно отвечать Да, следующий вопрос у меня был связан как раз таки с тем Как обстоят дела у нас с бездомными животными И вот все, что вы перечислили Видимо, это имеет место быть в Казахстане То есть и бои, и безответственные отношения Давайте по порядку тогда Ну, люди у нас берут животное И основная проблема, они его не стерилизуют Потомство в основном выносят на мусорки Могут в речку закинуть, в лес унести Потомство это потом находят волонтеры Естественно, все приюты переполняются Потому что очень много рожают животных Поэтому основная задача владельцев Неплеменных, непородистых животных Это стерилизация То есть если будет стерилизация Через лет 10 у нас просто вообще не будет бездомных животных Собачьи бои это огромная проблема К сожалению, это огромный бизнес Который, конечно, в нашей стране тяжело ликвидировать Надеемся, что закон будет работать И все же собачьи бои ликвидируются Потому что страдают животные Животные, которые проигрывают бои Они потом оказываются на улице, привязаны к деревьям Волонтеры опять же их спасают Но это уже психологически нездоровая собака Ее уже сложно пристроить в семью Найти ей новый дом Та же ситуация с кошками У нас кошки рожают и рожают Единственное, что они не так опасны для общества Как собаки Когда собаки сбиваются в стаи Они на самом деле опасны для общества Кошки, они в принципе Даже приносят нам иногда пользу Отлавливая тех же крыс и мышей Но бесконтрольное количество просто кошек и собак Щенков, котят Очень много Хотя вот когда ввели программу бесплатной стерилизации животных Это буквально 2-3 года Немножечко сократилось количество бездомных животных Чуть-чуть То есть она должна продолжаться еще очень Ну лет 8 как минимум На практике зарубежных стран Давайте по стерилизации как раз таки поговорим Каковы плюсы, каковы минусы Как правильно должна проводиться стерилизация Потому что одним из поводов к сегодняшнему разговору Были случаи того, когда без обезболивания Проводилась стерилизация некачественно И много было нареканий в отношении ветврачей и ветлечебниц Да, стерилизация должна проводиться теми клиниками Которым доверяют люди И в первую очередь волонтеры То есть когда выделяется квота на бесплатную стерилизацию На месте владельцев животных, которые хотят воспользоваться этой услугой Я бы обратилась к волонтерам и спросила Куда стоит идти, куда нет Потому что мы даем рекомендации по клиникам Года два назад были очень плохие клиники Животных реально стерилизовали без анестезии Это дикая боль для животного Животных стерилизовали неправильно У нас у самих лично в приюте родили три кошки После такой стерилизации Родили мертвые плоды То есть было загнение матки Были проблемы у животных Также у нас родили две собаки После такой стерилизации Хотя у нее в паспорте стоит печать, что она стерильна Она нам приносит щенков Для нас это был шок Это не качественная стерилизация Это не полная стерилизация Которая не должна быть То есть опять же у нас идут тендера Выигрывают клиники Но есть недобросовестные Которые проводят в так стерилизации Конечно в любой клинике бывают смертельные случаи Потому что животное зачастую бездомное Мы не знаем, как оно питалось Какой у него возраст К сожалению, бывает там Ну может быть 0,5% Один летальный исход Из-за того, что животное не может перенести наркоз Но это норма, это стандарт В этом году Хорошие клиники больной стерилизации Очередь была большая Люди уже ждут этих акций Записываются Прям за первый месяц Было расписано все практически на полгода И это радует, что люди приносят Они стерилизуют и дворовых животных, и своих То есть люди прямо осознанно начали уменьшать нам количество бездомных животных А скажите, вот ситуация меняется вообще в городе за последние два года? Как люди начинают относиться? Ну вот организации, которые занимаются именно подсчетом животных бездомных Говорят, что немножечко потихоньку снижается Если смотреть по нашей деятельности То вот позапрошлую весну, прошлую весну Мы прям тонули в беременных кошках В этом году тоже их много, но мне кажется, немножечко поменьше Хотела бы еще затронуть тему Мы открывали свою программу стерилизации То есть мы на свои средства стерилизовали порядка, наверное, 30 кошек во дворах Это были ответственные волонтеры, которые привозили Мы стерилизовали без госпрограммы На свои финансовые средства Мы стерилизовали, потому что мы понимали, что следующая весна у нас будет просто очень-очень много котят Но пока еще ничего, но у нас весна впереди Страшно Отношения людей меняются? Ну, пока прям кардинально нет То есть есть определенные районы, области, где все равно нет интернета Люди не смотрят Им не прививают это доброе отношение, например, в школах, в садах С ними не разговаривают об этом Жестокое отношение все равно сохраняется Надеемся, что скоро совсем искоренится И не будет жестокого обращения к животным Они этого не заслуживают просто Ну вот, насколько я знаю, все-таки появляются вот такие приюты частного характера Женщины, мужчины, которые дают место жить, подкармливают бездомных животных И я знаю, что такие приюты появляются в Алма-Ате И люди обязаны защищать себя каким-то образом Чем вот именно наш закон может теперь помочь? В этом законе пока не прописаны, как мы должны содержать приюты, питомники и так далее То есть закон, наверное, помогает только волонтерам, чтобы могли отсеивать домашних животных Которые будут чипированы Пока никак мы не защищены законом То есть приюты, питомники это уже следующие этапы, видимо Потому что это очень обширная работа Люди создают приюты, но на это нужно идти осознанно Потому что содержать приют очень сложно физически Когда очень много животных, очень сложно И нужно подходить разумно То есть в каждом приюте должна быть, опять же, обязательно стерилизация То есть такие приюты, которые открываются, но у них там рожают и рожают и рожают животные Для эффективной работы приютов, вот этих больших передержек, которые люди дома открывают Они должны разумно подходить в соответствии с законом Они должны стерилизовать животных, которые не несут племенной ценности Которые не выставочные породы, которые просто обычные бездомные животные Скажите, как вы считаете, должен ли закон помогать еще таким людям В плане обеспечения, скажем так, питанием этих бездомных животных? Потому что они на свои средства покупают, получается Ну, я считаю, что все-таки государство должно помогать официальным приютам Официальным фондам То есть те, которые зарегистрированы, те, которые давно работают Потому что можно набрать себе много животных Можно их откормить год, а потом забыть про них У нас был случай, когда мы находили огромную передержку Там было около 200 собак Их туда вывезли, заплатили и забыли За ними никто не наблюдал, их никто не кормил Они просто ели друг друга Я считаю, что государство такие вот передержки Как мы их называем, черные Не должны поддерживать То есть они должны обращаться в тот фонд Который создан надзорный над всеми приютами То есть в данном случае это Каре у нас в Алмате Который уже будет говорить, что да, вот этому приюту мы можем помочь Потому что они добросовестно ведут свою деятельность Потому что это нужно еще мониторить Вот такие черные передержки, к сожалению, случаются Когда люди просто выводят от жалости А потом у них не хватает средств И они забывают там про животных И они просто оставляют их на мучительную гибель Я знаю, что есть случаи того, когда добрые люди отдают даже свои дома под приюты Возможно ли такое, что государство будет поддерживать Выделяя даже, может быть, площади, территории Там дачные районы какие-то для передержек приютов Ну вообще было бы неплохо, если бы государство могло передать землю Целевое назначение именно для приюта Какому-то фонду Не в личное пользование, не в физлицу А именно для общественных фондов, которые содержат животные Чтобы там их размещать На достаточно продолжительное время Как минимум 10 лет, это как минимум 20 Потому что это колоссальные вложения идут в строительство приюта Очень бы хотелось, чтобы государство выделяло Сколько раз мы обращались в Акиматы Местные, региональные Нам не давали земли под приют Но частные инвесторы, да Дарят свои земли Взять наш приют нам подарили его Меценаты, мы даже имени не знаем Они просто принесли деньги в нотариус Мы купили этот дом, теперь там кошачий приют Мы тогда все просто плакали от счастья Никак не ожидали, что может быть такой подарок Просто вот от горожан Алматы Расскажите, пожалуйста, вот как работают фонды? Я так полагаю, что у нас их несколько Вы сказали, да, фонды Значит, их несколько И какова их работа? В основном они существуют на пожертвования людей То есть арендуют участок Либо им дарят этот участок Там содержатся животные Ну, подсобирают бездомных животных Люди помогают, скидывают деньги на лечение животных Вот так и содержится У кого-то хватает возможности нанять работника Чтобы за животными следили У кого-то не хватает Он там сам живет за животными, следит Ветеринарная помощь какая оказывается? Ветеринарная помощь Сами организаторы фондов Возят этих животных в клиники И там лечат То есть государственной ветеринарной помощи Ее как таковой нету? Нет, да, не существует Потому что я вот разговаривала с одной из хозяек Вот такого приюта Она благодарила именно ветеринарную службу Которая отправила ей необходимые медикаменты То есть это уже частная инициатива Они или предлагали глистогонные препараты Ну мы отказались Потому что у нас была закуплена партия Я знаю, что предлагают глистогонные препараты Значит остальных Ну вот как бы мы не обращались за этой помощью Потому что у нас определенные препараты мы берем Существует ли какая-то ассоциация фондов Ну какая-то общая организация Которая координирует работу И может отслеживать и помогать Возможно вот этим вот организаторам частных приютов Пока нет, но мы бы очень хотели, чтобы она была Чтобы она была подконтрольным органом Чтобы она говорила Где у нас есть добросовестные, порядочные приюты, фонды Где, куда нельзя размещать своих животных Куда можно, чтобы они контролировали Также и финансовую деятельность, и пристройство И стерилизацию, вакцинацию То есть все аспекты содержания животных в приюте Чтобы была подконтрольна Мы бы очень хотели, чтобы кто-то это организовал Но так как мы все волонтеры Это все на добровольной основе Просто у людей физически не хватает времени На создание таких проектов масштабных В чем особенность волонтерской работы? Особенность то, что ты ей отдаешься целиком и полностью То есть у тебя нет своего времени личного Люди считают, что ты волонтер 24 на 7 У тебя нет семьи, нет детей, нет работы И ты должен постоянно-постоянно волонтерить Но волонтерство, оно приносит свою радость То есть когда спасаешь животное из какой-то ужасной ситуации Ты видишь, как оно расцветает Как оно обретает веру в человека, в жизнь Какое оно становится здоровое Обретает новую семью Но тут ты получаешь какие-то новые силы, новые эмоции Чтобы идти дальше То есть бывает ты устаешь Но когда ты видишь такой хэппи-энд Ты хочешь еще, еще, еще помогать В чем конкретно заключается деятельность волонтеров? Вот вы говорили, волонтеры приносят На стерилизацию и так далее То есть кто-то считает своим долгом Живущую кошечку у себя в подъезде Взять и отнести в вид лечебный У нас есть разные волонтеры Вот именно если брать наш фонд У нас есть волонтеры, которые просто приходят в приют помогать У нас есть волонтеры, мы их называем транспортники Которые нужно перевезти кошку Ты кидаешь в чат, и они везут Есть волонтеры временные дома, мы их называем Которые на время могут взять кошку с котятами Либо котенка у себя пожить То есть у нас много разных волонтеров Есть волонтеры, которые помогают пристраивать животных То есть посредством телефона Им не нужно никуда ездить В других фондах есть волонтеры, которые сами лично Выезжают за животным, забирают, везут в клинику Потом везут в приют, либо на передержку То есть волонтерить можно вообще по-разному Не обязательно даже куда-то ездить Может просто сидя за компьютером дома Тоже быть волонтером Очень много волонтеров сейчас радуют школьников, студентов Приезжают в приюты, делают что-то для животных Волонтерство это, ну вот в зоозащите волонтерство Такая большая ниша, можно найти себя Вот прямо боюсь задать этот вопрос Вы сказали, что в прошлом году Ваш фонд заполонили беременные кошки Что с котятами делали? Пристраивали Да, они у нас едут в квартиры к волонтерам Где чистенько, где нет инфекции В приюте у нас котят нет, потому что там инфекция Они погибают Они едут к волонтерам Ответственный опять же волонтер за котят у нас есть Она пристраивает всех котят Потом контролит их состояние Вот кошки едут в приют Потом на стерилизацию и потом обретают дома Ну а теперь перейдем к собакам И еще одна проблема, о которой мне рассказали То есть когда собака, случайно убежавшая Попала к тем людям, которые вылавливают Она была чипирована Но при этом она была травмирована Именно в тот момент, когда ее вылавливали То есть я понимаю, что у них такая работа Они не могут следить за собаками И они испытывают некоторые риски Быть покусанным и так далее Но когда они закидывают собаку в машину Бывает, что сломаны бывают позвоночники и так далее Такие случаи часто? Я не знаю конкретно про такие случаи Но сейчас вышел новый закон Где у нас просматривается гуманный отлов У нас отлов не гуманный Гуманный отлов это снотворное в собаку То есть никаких петель Либо петли должны быть силиконовые, мягкие То есть не такие металлические удавки, как у нас Это должно быть все гуманно, все аккуратно Это опять же прописано в новом законе Мы надеемся, что он будет работать Конечно, если хозяин очень упертый Если он очень любит своего питомца Он хочет, чтобы это дело было наказуемо Я думаю, что он может дойти до того Чтобы привлечь к ответственности людей Которые так травмируют собаку Потому что этого не должно быть Собаки должны отлавливаться гуманными методами Не как у нас сейчас Хорошо, как работает эта система По вылавливанию собак? Что дальше происходит с ними? Там происходит убийство Я ни разу не была в отлове Потому что я не могу туда зайти Это на самом деле психологически сложно Не все волонтеры могут туда зайти Это очень тяжело на самом деле По регламенту говорится, что они их усыпляют По протоколу должно быть так Вводится снотворное, которое расслабляет Практически анестезия Потом вводится сердцеостанавливающий препарат Но, насколько я знаю, наш отлов экономит на этом деньги И там жестокие способы убийства Хотя сейчас сказали, что срок содержания животных Очень пролонгирован То есть раньше было 3 дня Сейчас чуть ли не 2 месяца животные там держатся Но условия содержания тоже оставляют желать лучшего То есть клетки грязные, корма не хватает Они сидят голодные, злые, в грязных вольерах То есть отлов у нас тоже нуждается Прям в реструктуризации полной Что делать с теми людьми, которые выступают Против существования приемов Приютов, домов передержки и так далее Знают случаи, когда соседи Прямо вызывают полицию регулярно Пишут заявления и так далее Недовольны тем, что по соседству существует вот такой приют Ну, это вина приюта То есть приют должен Либо приют, либо передержка Либо если ты просто физическое лицо У которого содержится дома большое количество животных Ты должен содержать их так, чтобы они не доставляли Неудобства окружающим, соседям Не должно быть запаха, если это кошки Не должно быть лая, да? Особенно в то время, когда люди отдыхают Ну и так вообще, если 20 собак у тебя дома будет лаять целый день Естественно, соседи будут жаловаться В законе это прописано Ты можешь содержать животных Но если это не доставляет неудобства Если ты можешь организовать для животных такое пространство Организовать так режим, чтобы они не мешали Но тем не менее, чтобы они содержались как положено Они сидели, например, в подвале, да, кучей Тогда, пожалуйста А если не можешь, то тут уже нужно быть учтивым к соседям Ну, либо переезжать куда-то Где стоит один твой дом И ты никому не мешаешь А как это организовать? Ты же не дрессировщик Есть закрытый волейб Вот именно что волонтер, который содержит животных Он должен уметь, он должен знать азы кинологические, да, дрессировки То есть он должен работать с животными Ты не можешь взять и 20 собак посадить в 4 вольера на улице Они что там будут делать? Они будут скулить, выйти, лаять Потому что им нечем заняться Собака – существо такое, которому нужно тратить энергию То есть если ты завел 20 собак То ты обязан с ними гулять, играть Развивать их, да, чтобы не было вот этого беспокойного поведения у них Что касается собак У нас есть передержка, которая закрытая То есть у нее передержка в закрытом помещении Она не мешает соседям Она организовывает так свой процесс Что она соседям абсолютно не мешает Ну а в плане кошек – это запах То есть нужно собирать их в чистоте Потому что очень много квартир, от которых исходит зловоние А это вообще реально, когда у тебя много кошек, чтобы не было запаха? Реально, но это тратится очень много сил Потому что я вот на период, когда у нас есть котята У меня частный дом, но у меня содержится Бывает порядка 30 кошек дома Ну собак нет, потому что у меня маленькие дети Вот две собаки сейчас Ну это труд, это постоянно труд Чуть ли не круглосуточный Ты постоянно должен убирать, мыть, убирать, мыть Если ты это делаешь, запаха никакого не будет Если у тебя животные стерильные, кастрированные, запаха не будет Какие сейчас стоят планы и задачи перед зоозащитой? В первую очередь, чтобы закон работал Чтобы его не просто приняли на бумажке, а чтобы он начал работать Чтобы если человек обратился, ему не посмеялись в исполнительных органах в лицо И не закинули заявление туда-куда-то Чтобы он исполнялся, чтобы он дорабатывался с учетом пожеланий зоозащитников Потому что есть некорректные формулировки в законе Зоозащитники, которые работают с законом, они хотят их немножечко подкорректировать И сейчас вносятся поправки Мы думаем, что он еще очень долго будет доводиться до совершенства До того совершенства, которое устроит всю зоозащиту Чтобы он работал и на благо людей, и на благо животных Скажите, пожалуйста, вот вы столько лет уже этим занимаетесь Вот сформулируйте, если можно очень коротко Для чего нашему обществу нужна вот эта забота о бездомных животных? Ну, это показатель человечности Это показатель развитости государства в первую очередь Показатель гуманного отношения Все развитые государства, они очень гуманно относятся к животным Животное — это такое же существо на Земле, я считаю, как и мы Мы не имеем права просто его обижать И только в каких-то странах третьего мира жестоко относятся к животным Не считают их за существ, которые могут существовать на Земле Это в первую очередь говорит о благополучии страны, о развитости страны Мы просто обязаны относиться к ним с уважением Это любовь, вот всегда говорилось, да, что любовь к животным, которая прививается с детства Она затем отражается на личности Есть такое наблюдение? Ну, кстати, да, люди, которые жестоки к животным, конечно, они жестоки будут и к людям То есть мы своих детей воспитываем в доброте, да, они ухаживают за животными То есть у них развивается сострадание к ближнему, не только к кошечке, к щеночку У них развивается сострадание к человеку, да Я точно знаю, что мои дети никогда не ткнут пальцем на инвалида, например, в обществе Да, потому что смотря на вот этих животных увеченных, они учатся, как сказать, смотреть на всех одинаково То есть для них все одинаково, у них нет кто-то ничтожный, кто-то не заслуживает внимания, не достоин этого Они ко всем относятся одинаково, то есть с уважением ко всем относятся Будь то люди, будь то животные Ваше любимое животное какое? Я не знаю, я думаю, собаки и кошки, я их одинаково люблю Одинаково всех? Да Ну, раньше я как-то любила собак, потому что у меня не было кошек в детстве Потом у нас стали появляться кошки, но это просто уникальное вообще создание Очень интересное Спасибо вам большое за сегодняшний разговор Надеюсь, что опять-таки все пожелания будут услышаны, учтены И мы таким образом поддерживаем тех людей, которые продолжают заботиться о бездомных животных Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу Всего доброго, до свидания До свидания